Вот такие видеоролики присылают нам в редакцию жители Мурманска и области. Попытка остановить атаку разъяренных животных не всегда может закончиться так же удачно, как это получилось у автора одного из видео. Маленькому домашнему псу из Рослякова, которого драли дворняги, он подарил вторую жизнь. Пришлось ее спасти, подъехать вплотную к автомобилю, автомобилем своим посигналить, тем самым разогнав их. Конечно, страдают не только домашние животные. Нередко объектом нападения становятся дети. На наших детей нападают собаки. Возможно, они не агрессивно нападают, но мне трудно оценить. Когда мой ребенок приходит домой в слезах и плачет, и говорит, что я испуган, мне было страшно, я не знал, что делать, конечно, страшно за своих детей. От бродячих собак страдает не только микрорайон Рослякова. Практически в центре Мурманска на улице Марата беспризорная стая поселилась прямо в подвале жилого дома. Валентина Вишнева проживает в одной из деревянных двухэтажек, которые облюбовали животные. Женщина говорит, что собак в подвале ее дома больше, чем жителей. А рядом еще и детский сад. Если собаки забегут, например, на наш участок, что я смогу сделать? Ничего, абсолютно. Я не смогу защитить детей. С этим, конечно, надо что-то делать. За отлов беспризорных отвечают специалисты Центра временного содержания животных. Они их действительно ловят и увозят в питомник, но ненадолго. Вот мы их сейчас поймаем, стерилизуем и через две недели отвезем обратно сюда. Уже чипованные они будут, стерилизованные. Но меньше их не станет. Причина проста. Законы, которые работают сегодня по всей стране, на стороне животных. С 1 января уже полностью вступил в силу закон Российской Федерации об ответственном обращении с животными. Он направлен прежде всего на гуманность по отношению к животным. Соответственно, этим законодательством запрещено усыпление, эвтаназия животных. Соответственно, нахождение безнадзорных животных на улице законодательно разрешено. Популяцию беспризорных животных сейчас регулируют стерилизацией. И в будущем количество собак на улицах действительно должно сократиться. Но процесс этот по понятным причинам небыстрый. И решить разом все проблемы просто невозможно. Животных лишает возможности размножаться. Но то, что действительно представляет опасности, может причинить вред здоровью тех, кто живет с ними рядом. А именно острые зубы остаются на месте. Антон Батаев, Павел Третьяков, Борис Савельев, ТВ21.